Сегодня я хочу поговорить о более концептуальной, если можно так сказать, истории, чем обычно в последнее время. Я занимаюсь политикой в России с 2011 года и всегда хотел сделать лучше российские города. Чтобы в них лучше жилось россиянам, чтобы трамваи удобнее и велодорожки безопаснее. Сейчас, после того, как моя страна напала на Украину и устроила там просто ад на земле с помощью оружия, предназначенного для массового уничтожения людей, я больше не могу говорить про улучшение российских городов. Нельзя больше в России быть политиком, который занимается улучшением какой-то узкой части российской жизни или пытается это делать. Но что же вообще нам теперь делать? Как быть тем россиянам, которые не собираются прекращать интересоваться управлением своей страной, но и заниматься этим они не могут сейчас, потому что какая там политика в стране, ведущая агрессивную войну? На чем мы с вами, проще говоря, будем строить базу для той политической силы, которая будет менять Россию? И как наша с вами Россия, та, за которую мы с вами будем бороться, должна вообще выглядеть? Сегодня попробуем об этом поговорить. Да, спасибо всем за поздравления в прошлом ролике. 21 тысяча комментов. Почти все из них очень классные поздравления. Я все почитал. Спасибо. Так вот, строить мы будем новую Россию с вами, друзья, на основе идей гуманизма. Мне всегда казалось, что это какая-то базовая вещь для любого человека 21 века. Но сейчас мы с вами видим, что нет, не базовая. Что немного Соловьева из телевизора. И вот уже вполне себе добрые бабушки и дедушки говорят, что так и надо было делать, из танка по Мариуполю стрелять. Что такое гуманизм? Это система ценностей, в рамках которой главное это человеческая жизнь. А все, что делается в мире, должно быть направлено на то, чтобы человеку было жить безопасно, комфортно, ну и вообще счастливо, и хорошо, и долго. Либеральный гуманизм это. Казалось бы, это банально. Но ничего подобного в России не проговаривалось в общественной, в общественно-политической дискуссии, кажется, с 90-х годов. Либеральный гуманизм и цель улучшения жизни человека будет базой для нашей будущей политической силы с вами. На школьных уроках общества знания учителя иногда задают школьникам извечный вопрос «Государство для человека или человек для государства?». Хороший педагог при этом не предполагает, что есть какой-то единственно правильный выбор. Или то, или другое, мол. Он дает ученикам возможность поразмышлять. Ну что ж, давайте попробуем поразмышлять и мы. Наша страна в 20 веке много десятилетий прожила в четкой парадигме «человек для государства». У советского государства на протяжении всего его периода существования была определенная высшая цель – построение коммунизма. И жизнь человека здесь и сейчас рассматривалась не как ценность сама по себе, а была помещена в контекст движения государства к некоему светлому будущему. Конкретно в сталинские десятилетия человеческая жизнь была и вовсе обесценена, не стоила ничего. Сталинский режим достал из-под толщи времен совершенно средневековую жизненную парадигму. В средние века считалось, что жизнь человека сама по себе ничего не стоит, потому что это всего лишь подготовительный этап к загробной жизни. Мол, самое главное все равно будет потом, а прямо сейчас можно людей хоть на костре жечь, хоть на ремни резать. Как говорится, убивайте всех, Господь своих узнает. У Иосифа Сталина, разве что вместо концепта загробной жизни, было представление о светлом коммунистическом будущем. Нынешние люди – это, мол, только материал для строительства государства будущего, а жить в нем все равно будут уже не они. Недаром во многих фильмах сталинской эпохи главные герои как будто только для того и появлялись на свет, чтобы героически погибнуть во имя своей страны и некоего завтра. После Сталина уровень людоедства у нас снизился. Жизнь людей немножко улучшилась, и вся советская культура стала более человекоориентированной. Но психологическое наследие репрессивной системы, не заводящая живых людей до уровня расходных винтиков, изжито так и не было. И сама концепция, что граждане живут не здесь и сейчас, а живут ради недостижимого завтра, после Сталина так никуда и не делась. Мы строим коммунизм. Никита Хрущев, казалось бы, пообещал, что, цитирую, уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Но поколения сменялись, а великая государственная цель все отодвигалась и отодвигалась. Ради нее нужно было потерпеть, а потом еще потерпеть, и еще. И все во имя высшей цели, разумеется. Ну, как мы с вами знаем, все это славное царство-государство, идущее к коммунизму, развалилось и к коммунизму так и не пришло. Отличается ли чем-то концепт путинского режима от советской парадигмы? Отличается. Советское государство постоянно требовало от граждан потерпеть, но предлагало потерпеть хотя бы ради какой-то цели. Цель построения коммунизма была утопичной, априори недостижимой, а движение к ней было похоже на попытку добежать до горизонта. Но в процессе этого движения наша страна могла хотя бы что-то создать. Совершить научное открытие и отправить человека в космос, например. У путинского же режима нет вообще никакой цели. Он существует исключительно ради собственного воспроизводства. Граждане России продолжают существовать в режиме потерпеть. Только этому долготерпению теперь нет никакого даже формального оправдания, никакой цели. Ради чего россияне в 21 веке по-прежнему не живут и выживают? Да ради ничего. Просто так. Чтобы быть топливом для путинской государственной машины, которая тарахтит просто в холостую и бессмысленно истращивает ресурсы, перерабатывая их разве что в дворцы для чиновников. А между тем, окружающий мир не стоит на месте. Сейчас билет на самолет в любую развитую страну, если в нынешних обстоятельствах вы его сможете приобрести, может стать билетом не за рубеж, а уже в другое измерение. То измерение, в котором и государство для человека, и человек для государства. Потому что уже в десятках стран на планете возникло общее понимание, что государство это люди. И люди там работают на людей. Граждане активно участвуют в жизни своего государства, а государство работает на то, чтобы его граждане жили богаче, дольше и счастливее. И нет ни одной причины, по которой наша страна не могла бы жить по тем же принципам. Именно этого нам с вами и нужно добиться. Путинской России суррогатом государственной идеологии стал так называемый рессентимент, а попросту говоря бесконечное чувство обиды. В нем сплелись обиды и за 1917 год, и за 1991. Тут одновременно и обида за приход в власти большевиков, разваливших империю, и обида за то, что большевики власть свою утратили и развалился СССР. Все это само по себе ужасно. Потому что в этих настроениях, которые годами взращивал в нашей стране увлекшись историей чиновника с КГБ, нет в принципе никакой позитивной повестки. Обида это психология проигравшего. С таким настроением можно лишь проматывать наследие Королевы и Курчатова, но новые Королевы и Курчатовы, Тарковские и Шолоховы никогда не смогут себя реализовать. Если только не уедут за границу. В этом году мы дошли до ситуации, когда ради абсолютного ничего у людей уже не просто полномерно ухудшается уровень жизни. Десятки тысяч людей стали терять свои жизни. Это какая-то новая стадия антигуманизма. Напасть на Украину и убивать там людей просто так. Даже без какой-то вообще намека на какую-то цель. Просто так. Только во имя засевших в голове обид. Одна из самых чудовищных вещей, которые происходят на любой войне, это снижение ценности человеческой жизни. Которая в нашей стране и без того по меркам 21 века была невысока. Сейчас наше государство демонстрирует просто запредельную утрату моральных ориентиров. Отечественная пропаганда категорически отрицает жертвы среди мирных граждан Украины от действий российской армии. Мол, сами себя бомбят и тому подобное. А Сергей Лавров на эту тему высказался с еще большим цинизмом. Хотя казалось бы, куда уж циничней. Вот просто посмотрите видео. Вы говорите высокоточное оружие, но сотни мирных граждан уже погибли. Сейчас Международный уголовный суд начинает расследование. Вы готовите свою стратегию обороны и защиты в суде? У вас будет наверняка аудитория. Вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение collateral damage. Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах и в той же самой Латинской Америке. Подумаешь, говорит, погибли сотни и тысячи мирных украинских граждан. А вот американцы-то в Ираке вон что натворили. Почему же типа нам нельзя? Наплевать российскому государству не только на украинцев, но и на россиян, которые служат в российских вооруженных силах. Они в Украине массово погибают ни за что. Больше месяца назад, 25 марта, российская Миноборона отчиталась о гибели в Украине 1351 российского военнослужащего. Цифра явно занижена. Не сказано о пропавших без вести, о жертвах среди Росгвардии. Но давайте возьмем это официальное число, которое вызывает большие сомнения и уж точно уже сильно устарело. В Украине за месяц погибли почти полторы тысячи россиян. И ничего. Никаких дебатов в парламенте, никаких диспутов в правительстве, никакой дискуссии в СМИ, ну кроме как вот в Ютубе, никаких протестов со стороны губернаторов, тех субъектов, которые отправили в армию молодых здоровых парней, а назад получили гробы. Подумаешь, почти полторы тысячи погибших. У нас тут коронавирусная избыточная смертность, миллион россиян, и ничего. Так что какое нам дело до каких-то полутора тысяч солдат? Это просто ненормально. В Германии в 2008 году были бурные политические дискуссии в Афганистане немецких военных. Ряд депутатов Бундестага выступал за немедленный вывод германского контингента, а причиной была гибель 30 военнослужащих Бундесвера за 7 лет. 30 за 7 лет! А не почти полутора тысяч за месяц! Да еще и по данным незаслуживающим доверия, которые могут быть в 10 раз вообще ниже. Неудивительно, что российский президент с такой легкостью отдает приказы, которые приводят к разрушению целых украинских городов вместе с гибелью их жителей. Если у нашей страны такое отношение даже к собственным гражданам. Какая могла быть помощь наша на Донбассе, если даже россияне не воспринимаются в России как наши, а их гибель не становится общенациональной трагедией? Наша с вами ответственность вернуть запрос на гуманность, на человеческое отношение к людям. Потому что если бы ценность жизни и нетерпимость к смерти в России были бы на уровне развитых европейских государств, власть не отправила бы российскую армию убивать украинцев и гибнуть саму. Потому что она понимала бы необходимость отвечать перед обществом за каждого убитого украинца и за каждого погибшего непонятно за что и непонятно зачем российского солдата. Посреди всего творящегося ада, кстати, меня просто восхищает поведение очень многих граждан Украины, которые каким-то невероятным образом находят в себе человечность сострадать не только своим соотечественникам, но и даже россиянам, гражданам той страны, чья армия на них напала и уничтожает их города. Я много таких комментариев с сочувствием и поддержкой от зрителей из Украины вижу под своими видео. И это просто невероятно. Я знаю множество историй о том, как украинцы из тех самых городов, по которым бьет российская артиллерия, звонят своим знакомым в Россию, потому что они волнуются, как они там в Россию, и не арестовали ли их. Помните, я говорил, что один из наших коллег, тот самый такой был патриотичный, и за началом войны он впал в тяжелую депрессию? Так вот, его утешают знакомые украинцы. Был даже случай, что девушка писала ему утешение в тот момент, когда она сама находилась в подвале под российскими снарядами. Она прям писала ему слова поддержки и добавляла. Кстати, сейчас взорвалось совсем близко. Представляете себе такое? Кстати, если у вас есть подобные примеры, то напишите их в комментариях. И я потому что почитал подобные истории, они прям очень впечатляют. Но это ведь не только отношение простых людей, украинцев, у которых, казалось бы, есть полное моральное право ненавидеть нас всех без разбора. Это и официальная позиция украинского государства. Послушайте, например, что говорит советник офиса президента Украины Алексей Арестович, один из самых, ну, таких медийных и популярных сейчас лиц украинской власти. В Украине, простите, господин Арестович, в Украине разделяют понятие путинский режим и народ России? Конечно, разделяем. Очень четко разделяем. Надо понимать, что и у нас есть своя пропаганда, в том числе лубочная. Но она в основном не государственная характерность, а личное творчество самоорганизованных граждан. Но вы знаете, я не сторонник лубочной пропаганды, не сам по себе, не тем более, как представитель офиса президента. У нас очень четко разделяют таких людей, как Каспаров, и таких людей, как Путин. Арестович в своих интервью повторяет, что да, отдельные люди в Украине могут выступать в селистике Ильи Эренбурга, и их легко понять. Но все же официальная позиция Киева это разделяет понятие путинский режим и российский гражданин. На контрасте посмотрите, как российский президент относится к российскому же гражданину, который обратился к нему за помощью. А потом я сразу поставлю видео, как украинский президент говорит о российских погибших солдатах, которые для него не соотечественники, а захватчики и оккупанты. Вот посмотрите и почувствуйте разницу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня вот такой вопрос. Я автор-любитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем вам машина? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прямо. Нет, у меня это не провокация. Владимир Владимирович, это просто у нас такой наболевший вопрос. Если привезли в мешке что-то, или не хотели забирать, или скрыли, как это, мать там, кто бы ни был. Это я вам говорю, как президент воюющей страны с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим. То, что они делают. Но я, послушайте, но есть же как бы в ненависти, это война. Но это же не скот. Это же не скот. Если у руководства и граждан Украины обнаруживается совершенно сверхъестественная способность отнестись гуманно к россиянам даже в условиях такой войны, которую Россия им устроила, то нам не будет никакого оправдания, если мы в своей стране не научимся относиться к людям по-человечески. Петр Первый построил Санкт-Петербург и прорубил окно в Европу. Александр Второй отменил крепостное право, провел реформу местного самоуправления и создал в России независимые суды. Владимир Путин тоже хотел войти в историю. Однако самым ярким его наследием, его многолетнего правления, станут ДНР и ЛНР. Это не просто непризнанные республики. Это в наивысшей степени воплощение философии путинизма. Сами не живем и другим не дадим. В 2014 году Путин силой и большой кровью отторгнул у Украины территорию с миллионами людей. Я не зря постоянно подчеркиваю, что к России он их потом не присоединил, потому что ему не нужны были ни эти земли, ни живущие на них люди. Ему просто нужно было создать проблему Украине, чтобы у Украины постоянно была какая-то кровоточащая рана. И плевать, что из-за этого много людей погибло, а миллионы оказались в заложниках, в нищих псевдореспубликах, где царит беззаконие, нет ни нормальных судов, ни прав собственности, ни защиты, ничего. Где нет никакой программы, кроме противостояния с Киевом, а власть в руках у бывших мошенников и каких-то полевых командиров, которые регулярно друг друга там убивают. И дело не только в том, что в 2014 году Путин создал две этих псевдореспублики. Самое главное, что сама Российская Федерация стала стремительно превращаться в подобие ДНР и ЛНР, в территорию без позитивной повестки, без какой-то попытки улучшить жизнь наших граждан, где писанное право ничего не стоит, государственные институты носят имитационный характер, а гражданское общество сгоняется в подполье. Нашей философией должна стать совсем другая формула. Живи и занимайся своей страной. Мы должны оставить в покое своих соседей и наконец-то, пускай даже с огромным запозданием, заняться наконец нашей страной, обустройством жизни наших граждан. Россияне образованное и продвинутое общество. Россияне должны жить в комфортной стране, работающей на благо людей. Нам нужны честные суды, где каждый российский гражданин сможет найти защиту, отстоять свои права и рассчитывать на справедливость в ситуации, когда возникают какие-то вопросы к нему самому. Если в нашей стране в результате открытого, честного и состязательного судебного процесса пострадает невиновный, то это должно становиться новостью номер один, потому что произошел редчайший случай судебной ошибки. Он должен восприниматься как исключительный сбой системы, а не как просто суть самой системы. Суд это независимо от всех, включая президента регулятор, который поддерживает нормы цивилизованной жизни, а не палка в руках у полицейских исследователей, которая просто перепечатывает в решении их имейл. Наши правоохранительные органы должны быть именно правоохранительными органами, а не пародии на армию, существующей в парадигме «свои и чужие», где сострадание, человечность и доброта воспринимаются как профнепригодность. Полицейский не должен быть солдафоном, выращенным в закрытой казарме. Его работа помогает людям, а не искать и уничтожить врагов. Это должен быть подготовленный сотрудник, но при этом с психологией гражданского человека. И у самих полицейских, начиная прямо с первого курса, должны быть защищены все их права, потому что силовики, приученные к бесправию, это катастрофа для общества. Сейчас в нашей стране бесправие одних порождает бесправие для других. От детского сада до государственных структур воспроизводятся одни и те же неправильные модели. Людей развращают, приучая к мысли, будто понятие прав человека это всего лишь придурь замшелых либералов, а правозащитник это синоним слова предатель. Но это же просто нелепо. Это попытки выдать белое за черное, и наоборот. Это как если бы вам продавали компас, который вместо севера указывает на юг, и уверенно заявляли бы, что так и должно быть. Пора возвращаться к нормальной системе ценностей. Тогда нашему государству не придется постоянно изобретать велосипед, чтобы догнать и перегнать пресловутый запад. Трава не растет от того, что ты приказал расти или потратил миллиарды на популяризацию газонов. Трава растет там, где есть подходящая почва и климат. Законность это почва, гуманность и уважение к человеку это климат. У нас нет недостатков талантливых, изобретательных и неординарных людях. Надо дать им возможность работать на нашу экономику, а не искать лучших условий за границей. Самые деятельные люди по натуре свои независимые и нуждаются в свободе. Они бывают очень себе на уме. Их не заставишь брать под козырек и шагать строем. Зато именно они создают современный бизнес, дающий гражданам страны высокооплачиваемые рабочие места, а самой стране экономическую мощь. Поэтому нельзя ломать амбициозных людей через колено, необходимо создавать для них условия. И тогда, работая на себя, они станут одновременно работать и на свое государство. И самое главное, в любой непонятной ситуации следует вкладываться в человеческий капитал. В стране экономический подъем значит вкладываемся в образование и здравоохранение. В стране экономический кризис значит вкладываемся в образование и здравоохранение. Самое главное богатство государства это люди. Все, что мы видим вокруг себя, не считая природы, созданной людьми. Улица, по которой мы идем, дома на этой улице и проезжающий по ней транспорт. Мы едем по своим делам на троллейбусе, который создан людьми и которым управляет человек. Мы все люди и каждый день нуждаемся в людях. Мы нуждаемся в парикмахере, который нас красиво пострижет. И в инженере, который запустит в космос ракету с навигационным спутником, по которому мы будем ездить на автомобиле потом. А больше всего мы нуждаемся в людях, которые могут нас учить и лечить. Без них мы сами ничего не создадим. Первый в жизни человек, который берет нас на руки, это медицинский работник в роддоме. Первые годы своей жизни мы проводим с детсадовскими воспитателями и школьными учителями не меньше времени, чем со своими родителями. Поэтому именно они и самая главная элита в стране. От них зависит сам облик нашего государства. Всем этим людям должно быть хорошо жить в нашей стране. В этом должна быть наша цель. А не в соревновании с Америкой. И не в построении русского мира. Гуманизм вовсе не означает неготовность решительно ответить на вызовы времени. Когда пропаганда внушает нам, что либеральный гуманизм – это слабость, что правозащита – это предательство, а законность – это мешающее принятию решений и кричкотворство, то она вновь пытается продать нам сломанный компас. Россия, если бы она была по-настоящему привлекательной для жизни россиян, была бы априори привлекательной для остального мира. Такой России не пришлось бы кого-то завоевывать силой, потому что она самым естественным образом создала бы гравитацию, притягивающую другие страны и их граждан. В такую Россию захотелось бы приезжать. В нее захотелось бы вкладывать деньги. Где независимый суд и правоохранительные органы охраняют права, там не страшно инвестировать в долгую, с перспективой отбить вложения через 15-20 лет. Когда россияне начнут выбирать не между сыром и сырным продуктом, а между пармезаном и грагонзолой, тогда зарубежные государства будут бояться поругаться с Россией и потерять российский рынок. В международных отношениях силу любого государства определяет совокупность военно-экономического потенциала. Слабая экономика значит слабая страна, независимо от того, сколько у нее танков. Экономику создают люди. Чем более дорогой продукт способны создать люди, тем выше у них запрос на личную безопасность, комфорт и свободу. Если страна не удовлетворяет эти запросы, люди уезжают строить экономику для другой страны. Все просто. Но что интересно, и для танка ведь тоже нужны люди. Люди его разрабатывают, люди собирают его на заводе, и люди им потом управляют. Каждому из них нужны годы качественного образования, от детского сада до последних курсов вуза. Никто не рождается с умением сделать современный танк. Сколько бы цехов ты ни построил, конструкторы, инженеры и токари там сами собой не заведутся. А когда и если ты подготовил профессиональные кадры, они должны иметь гарантии личного благополучия и ощущение, что их уважают. Иначе они поедут клепать танки для твоего потенциального противника. Сломанный компас современной российской пропаганды указывает на людей вроде меня, как на сторонников слабого государства. А что, по мнению пропагандистов, сильное государство? Вот это вот что ли? Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Сильное государство – это как раз устойчивые государственные институты. Когда каркас государства остается неизменным, все работает по предписанным процедурам, независимо от того, кто именно избран на самом верху, на очередную каденцию. Когда вся система не замыкается на одного конкретного политика, который ломает все государство под себя и даже не задумывается, что он после себя оставит. Да, личность правителя, безусловно, важна. Но в по-настоящему сильном государстве он не становится тем единственным гвоздиком, на котором держится все. Поменяйте его на другого, государственные механизмы будут работать, как и работали. Мэр небольшого города и уж тем более районному суде должно быть вообще все равно, кто у них президент. Они просто делают свое дело по закону. А законы эти должны быть понятны, не приниматься из каких-то срочных сиюминутных соображений, не противоречить конституции. В сильном государстве никто, в принципе, не терзается вопросом, а кто будет потом. Ну, кого выберут, тот и будет. Выберут идиота. Государство сильно проиграет, но отнюдь не рухнет. Каркас-то в виде государственных институтов, незыблемых конституционных норм, законных процедур, он все равно стоит, никуда не девается. Я убежден, что сильная страна – это та, в которой граждане максимально вовлечены в жизнь государства. Где они не просто попутчики государства по дороге от роддома до кладбища, а люди, чувствующие, что они действительно способны повлиять на политику страны и потом несут за нее ответственность. Россияне должны ощущать, что у них есть их страна, и тогда и они смогут по необходимости постоять за свою страну, если вдруг на нее кто-нибудь нападет. Я российский политик, но те, кто давно смотрит мой канал, знают, так получилось, что в школу я ходил в Израиле. И многое из своих нынешних взглядов я вынес именно из израильской школы. Мне очень нравится израильское отношение к человеческой жизни. Израиль – это государство, которое десятилетиями находилось в состоянии осажденной крепости. И это не в речах пропагандистов, а в реальной жизни оно многие годы существовало в плотном кольце врагов, превосходящих сил. Это никак не помешало стать Израилю либеральной демократией западного типа, единственной на всем Ближнем Востоке. Многочисленные войны, ставившие эту страну на грань жизни и смерти, никак не мешали внутри страны проводить регулярные и даже досрочные выборы, менять власть. За всю историю у Израиля никогда не было единственной партии власти. Из поистине огромного количества политических сил еще ни разу, ни одна не получала на выборах абсолютного большинства голосов. Партиям каждый раз приходилось договариваться между собой для формирования коалиции. Израильтяне в массе своей очень пристально следят за всеми этими процессами, и примерно каждый седьмой израильтянин сам состоит в какой-нибудь партии. Израиль — это развитая демократия с очень сильной армией, которая одерживала победы над многократно превосходящими силами противников. И здесь априори нет никакого противоречия. Как нет противоречия между трепетным отношением к человеческой жизни и готовностью солдат рисковать собой ради своей страны. Они мотивированы рисковать, обучены побеждать и готовы умереть. Но гибель каждого израильского солдата — это национальная трагедия. В Израиле хранят память о каждом погибшем и пропавшем без вести солдате. Каждый год в память о погибших солдатах звучит сирена. По всей стране проходят минуты молчания. И в этот день каждого погибшего вспоминают поименно. Гуманизм и главенство ценностей человеческой жизни никак не противоречат тому, чтобы страна была сильной и могла защититься в случае нападения врага. Кроме Дня памяти погибшим израильским солдатам, в Израиле еще есть День памяти Холокоста. Каждый год он проходит, и в школы приходили люди, выжившие в Холокосте. Я когда учился, они еще были относительно молодые и могли прийти и что-нибудь рассказать. И вот в детстве мне понравилась концепция, израильская концепция мести, которую они рассказывали. В школе они нам говорили, что евреям следует отомстить нацистам за Холокост и за лагеря смерти и гетто за убийство 6 миллионов человек. Но эта месть состоит в том, чтобы построить страну с отличным образованием, высококлассной медициной и счастливым народом. Евреи должны жить в этой стране настолько хорошо, чтобы все те, кто хотел их уничтожить, просто переворачивались в своих гробах. Такая вот месть нацистам. Мне по жизни раньше никогда не хотелось никому мстить. По образованию я урбанист. В некоторое время я думал, что можно разделять урбанистику и политику. Ну, пока Путин занимается своими делами в Кремле, я буду заниматься тем, чтобы трамваи были комфортнее, троллейбусы, скамейки, чтобы бабушки на них сидели, фонтаны, парки, скверы, велдорожки, защита архитектурного наследия, ну и так далее. Но довольно быстро я понял, что это так не работает. Невозможно делать удобные для жизни, безопасные и красивые города в той античеловеческой, человеконенавистнической системе, которую выстроил Владимир Путин. В ней человек просто лишен возможности даже повлиять не только на политику всего государства, но даже на жизнь своего района. Так возник мой лозунг. Он может сейчас, во время войны, показаться очень наивным, но звучал он тогда от лавочек и троллейбусов к новой России. И сейчас, оглядываясь назад, я вижу, как моя риторика год от года становилась иной. И в этом году я впервые обнаружил в себе настоящую злость. Впервые появилось какое-то желание мстить. Как... как можно было развязать войну? Зачем? Надо было убивать людей в Украине. Как можно было отправить на гибель солдат российских просто так? Непонятно зачем. Но... что ж, давайте отомстим. В отместку мы должны построить устойчивые государственные институты в России, которые не завязаны на одном человеке, а способны работать после любой смены власти. Ведь именно в этом и состоит пресловутая стабильность. Нам нужны справедливые законы, независящие от сиюминутной конъюнктуры. Нам нужна законность, как норма жизни, независимые суды. Силу нашего государства должны составлять здоровые, счастливые и хорошо образованные люди, способные реализовать себя на родине, чтобы наши граждане могли двигать вперед российскую экономику, науку и культуру, а не уезжать за рубеж. Мы должны жить в удобных, красивых и безопасных городах, но и, если кто-то хочет, то в аккуратных деревнях посреди чистой природы. Наша любовь к истории должна быть выражена в бережном отношении к нашему культурному наследию, а не в желании повернуть время вспять. Если мы так сделаем, то вот тогда Владимир Путин и его друзья действительно будут скрижетать зубами от злости, ну или переворачиваться в гробах. Если бы мы так сделали раньше, наверняка мы бы стали привлекательным для соседей по планете государством. Большое русскоязычное государство, основанное на гуманистических ценностях, где главенствует справедливость, где рады гостям, где человек чувствует себя хорошо и защищенно. Но мы так не сделали, не получилось у нас. Прошлый наш исторический шанс на такой поворот ушел в начале 90-х годов, был погребен под огромным трансформационным кризисом, через который страну проводили либералы. Либералам тогда удалось избежать большой крови и голода, однако слово либерализм стало в России ругательным, а про гуманизм, как-то даже и говорить, не начали. Это закончилось приходом к власти беспринципных чекистов, которые устроили войну между Россией и Украиной. Нечто, что невозможно было себе представить абсолютно ни в каком виде. Мы с вами находимся на очень черной странице истории нашего государства и в очень низкой точке для нашей страны. Но, возможно, у нас с вами тоже будет шанс. И тогда, взяв на себя ответственность за преступления России в Украине, продолжая жить дальше, мы должны закопать очень глубоко много всего. Имперские амбиции, многополярные миры, величайшую геополитическую катастрофу, строительство коммунизма, русский мир и всю прочую лабуду. И построить в России государство для человека. Государство, единственной целью которого будет делать жизнь живущих в нем граждан лучше, счастливее и дольше. Сегодня в российских городах повсюду развешаны новые свастики, а страна готовится к параду военной техники, которая вот прямо сейчас убивает мирных украинцев и в которой гибнут россияне. И все это незачем. Я понимаю, что 7 мая 22 года сложно поверить, что мы сможем сделать в России государство либерального гуманизма. Но мы должны с вами попробовать. И будем ведь пробовать? До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok